И сегодня мы с вами узнаем, какими же еще развлечениями, помимо поездки в Сахару, на ферму с крокодилами и прогулки на пиратском кораблике, можно побаловать себя, если вы оказались в Тунисе. Например, совершить двухчасовую поездку на водных мотоциклах. Я и еще двое французов, Ришар и Софи, отправились в такую прогулку в 9 утра. Организаторы сели на катер, а нам выдали по спасательному жилету, махнули рукой и вперед. Мы ехали до острова Час. Весь этот час я носился кругами, выписывал восьмерки, то отставал и ехал в обратную сторону, то догонял катер на бешеной скорости, полностью утопив гашетку газа и каким-то чудом не вылетая из седла. Одним словом, отрывался и получал удовольствие по полной. Вот только видео от первого лица не ждите. Я все снимаю на телефон, а рулить водным мотоциклом одной рукой, а другой снимать на телефон – это полное безумие. Остров нас встретил чистейшим белым песком и целым табуном розовых фламинго. Мы пытались подобраться к птицам как можно ближе, но как только расстояние сокращалось, они перелетали ровно настолько, насколько мы продвигались. Гоняться за фламингами ради более-менее удачных фотографий оказалось совершенно невозможно. На острове мы задержались недолго, после чего отправились в обратный путь. Описывать его не стану, все повторилось. Французы плелись в фарватеры катера чинно и нудно, я же выписывал на воде кренделя. Возвратились к отелю в 11.30. Итоги. Ноги подкашиваются от усталости. Те места, где большие пальцы рук касались резины руля и стерлись кровь, на ягодницах, извините, мозоль. И непередаваемая эмоциональная усталость. Еле-еле на трясущихся ногах я кое-как доковылял до кровати, плюхнулся на ее и чуть было не проспал обед. На следующий день я решил полетать на парашюте. Ну как полетать? Это не про план, конечно. Парашют привязан к катеру, который его тянет, создавая подъемную тягу, а ты, как сосиска, болтаешься воздушным змеем за ним. 15 минут удовольствия за 20 евро. Сначала я даже подумал, что сумею поснимать окружающие высоты с высоты и захватил с собой в полет телефон. Но когда поднялся в воздух и меня начало бултыхать от порыва ветра, решил не рисковать, ибо уронил бы телефон однозначно. Впечатление? Передвигаешься так же медленно, как на воздушном шаре. Особого драйва или адреналина нет. Момент взлета и приземление плавные. Сверху неплохие виды на море и на арабское поселение на берегу. 15 минут на таком аттракционе более чем достаточно. Дальше было бы просто скучно. Это развлечение больше подойдет для беременных женщин, стариков и детей. Хотя со стороны выглядит привлекательно и ярко. Также в отеле Zita Beach можно было заказать прогулку на квадроциклах. Отправлялись мы с паркинга отеля в 16.30. Небольшой компанией с пяти человек. Алексей с Василисой, Дима с Маргаритой и я. Плюс двое организаторов поездки указывали дорогу. Сначала медленно и чинно прокатились по заваленному мусору арабскому поселению, где за нами увязалась группа босоногих детей. А затем выбрались к оливковым плантациям. Здесь на пустынной дороге среди оливковых деревьев можно уже было слегка пошалить. Начались гонки, обгоны, перепрыгивания через ухабы и каналы. Не обошлось без курьеза. Дима умудрился завязнуть в песке. В итоге выбрались на пригорок, откуда открывался вид на море и город. Самой необычной была встреча с верблюдом. Сами представьте. Едешь себе, любуешься красотами, никого не трогаешь. И вдруг навстречу верблюд. Ты пялишься на него, а в ответ он даже не смотрит на тебя, словно и не замечает. Поездка завершилась в 18.30. В итоге все остались довольны. Главный совет. Берите с собой на прогулки на квадроциклах очки. В лицо летит много пыли. Кепка не понадобится. Ради безопасности вам на голову водрузят мотоциклетный шлем. Два часа удовольствия обошлись смешные 20 евро. Что по европейским меркам просто даром. Ну вот, пожалуй, и все. На этом мой рассказ о поездке в Тунис подходит к концу. Я постарался поведать обо всем максимально подробно, чтобы дать полное представление о переживаниях туриста в этой стране. Получилось? Надеюсь. Лично мне в Тунисе очень понравилось. Но настало время поменять тему и начать повествование о других странах и путешествиях. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok